От Матфея 4.19 И говорит им Идите за Мною, и я сделаю вас словами человеков. И они последовали за ним. Эти слова очень часто слышны в церкви. И вот последовали за ним. А вопрос, а последовали ли? Вот первая часть Идите за Мною. Понимается совершенно неправильно. За Христом это просто молиться Христу. Прийти в храм. А чтобы за ним пойти, это надо знать его маршрут. Хотя бы тот маршрут, который был у него на земле. И хотя все мы не знаем о Христе, а уж с 30-ти лет многое известно, ну хотя бы трехлетний его промежуток. Можно примерно вычеркнуть на карте, как апостола Павла путешествия. Ведь восстановили? И прямо позади Библии в конце нарисован маршрут путешествия апостола Павла. И сегодня по карте можно свободно узнать из четырех евангелистов, где был Христос. Значит, он где-то ходил? Если говорится, следуй за Мною, то значит надо знать, куда он шел, где его стопы оставили в своей отпечатке. Сидел ли он? Как могли дойти до того, что следование за Христом стало означать сидение? Как стало понимать, и когда то, что следует за Христом, надо уйти от людей? Спрятаться в пустыню, в леса, на острова, под землю, на горы, ну куда угодно. А ведь там ни одного следа-то Христова нет. И написано постоянно, и Христос шел. Был в пустынных местах, не один. На ночь уходил, да, на ночь, а утром возвращался. Был на горе Паворе, но написано через сколько дней после того, что сказал. А дальше все закончилось, сошел. Мы можем быть и на Паворе. У нас может быть желание построить отдельные кущи. Но только чем у Христа-то это все закончилось? Осуществилась эта постройка монастыря на горе Паворе? Нет. Так откуда же тысячи лет-то, две тысячи-то лет идут? Следуя за мною, оказалось, следуйте от меня прочь, в другую сторону, притом добровольно, и всех убеждайте, что вы следуете за мною. Вот какая ситуация-то сложилась. Если ты не веришь тому, что я говорю, открой им ангелия и посмотри историю христианской церкви. Куда пошли? А проверить как можно? А тут запятая стоит. И я, когда вы за мной последуете, теперь спросим, а что? Вот не будем считать. Научу вас молиться, созерцать, строить храмы, ходить в храмы, исповедаться, причащаться. Ну, то, что люди знают. Отворить милостыню, молиться, хорошо работать, детей воспитывать. Тут написано, сделай ловцами человеков. Вот и вся проверка. И сейчас себе вопросы ставь. Я верующий столько-то лет, ну, естественно, что я со Христом, а если не со Христом, это пустая трата времени, ты бы лучше поспал сегодня, на понедельник силу накопил. Значит, следуем за Христом. Запятая. И сделай ловцами человеков. Ну, если ты ловец человеков, ну и покажи, как ты ловишь. Ну, может быть, и не поймал никого. Хотя покажи на берегу, где ты сидел. Покажи удочку твою. Покажи червячка, насадочку. На что ты ловил? А ведь Господь-то и говорит, я брошу все силы на то, чтобы поймать. И об Израиле сказано, пошлю рыбаков. То есть заманывать. В Израиле хорошо жить. Вот они убеждают, Абназеры, разные организации. Но они не хотят ехать туда, евреи. А потом пошлю охотников на вас, пророк Иеремия, говорит. Я вас все равно верну домой. На вашу родину, которую я отдам. На эту полоску земли, которую я выделил. Так если следовать за ним, то это, наверное, надо следовать с первого дня. И потом в конце жизни раскаиваться в несделанном. И сделай нас сами человеков. Не от нас зависит, чтобы сработала благодать обращающая. Но благодать призывающая дана всем. Вот оно где. Вот это удочка, вот это сеть. Сеть, как правило, плетется из двух поперечных ниток. Одна, говорит, пророчество, а другая чудеса. И чудеса не наши, а Господни. И пророчество не наше, а Господни. А ловись, рыбка, да мала и велика. И сделай лосами кого? Ну, это апостолов касается. А кто разрешил вычленять так? Впереди написано, следуйте за мной. Так это апостолам. Значит, нас не касается. Развернули, пошли на подвиги, на свои. Разбрелись. Кто на машину, кто на поле. А кто женится или женился с женой отдыхать на курорт. Причины-то были. Почему люди, это не причины, а брак-то. Так а здесь главное, я сделаю вас лосами человеком. Ну, не знаем мы, как ловили, когда, но по себе мы можем сказать. Я ловец. Ну, если я следующее за Господом, то прямо сразу и я и ловец. Я охотник. Я рыбак. Ну, а теперь покажи, что ты нарыбачил. И когда ты рыбачил. А как рыбачить? Благодать призывающая. Другого нет. Феофан Затворник говорит. Это проповедь Евангелия. Если следующее за Христом касается любой бабушки, сидящей здесь, то, наверное, и ловить ты должна, бабуля. А где ловить? А у тебя в доме. У тебя внучатки растут. У тебя соседи там неспокойные. У тебя товарищи, соседи по даче. Да мало ли где можно ловить-то. Нам вот написали письма, так называемые, свидетели от имени Иеговы. В одном письме только она, в первом. Восемьдесят мест Писания привела. Какую сеть-то она забросила на меня? Мне она пишет. Хватит, что хорошо живу я там. В лечебных письмах написано. Но я попросил братьев ответить. Вы им ответьте. И скажите. Пишут вам. И добавьте истинные свидетели Иеговы. Теря православные. А если баптисты напишут, вы так и напишите. Истинные баптисты. То есть те, которые пропадают полное погружение от окрещения. И добавьте теря православные. Если скажут адвентисты, они, адвентус означает пришествие. Так и мы и ждем пришествия Христа. И напиши. Истинные адвентисты теря православные. То-то они удивятся. Откуда такие взялись? А мы скажем и дальше напиши. Ловцы человеков, ловцы адвентистов ложных. А яговистов ложных баптистов. Вот кто мы такие. Из-за чего Евангелие. А все зависит от ревности. Все от ревности. Я хотел бы по Писанию пройтись сейчас и показать, кто ловит и как ловит. И поучиться ловить. Так а у дьявола разве можно учиться? Он тоже ловит. Как раз и там-то и надо учиться. Он что делает? Да поперек делает. Когда Давид убегал от родного сына Смутьяна, Алисалома, то он оставил одного, Хусия. У тебя, говорит, ума не хватит, там советник отец отъел. Тут только напротив, все говори и все получится. Что бы то ни сказал, ты ему говори. Он скажет, давайте праздновать воскресенье. Ты говори, не будем праздновать. Так он правильно сказал. Тебе дали задание. Потому что он никогда не скажет праздновать воскресенье. Он будет говорить, он враг, я его знаю. И вот мы у врагов должны учиться обратному. Если они учат спасение вне церкви, мы будем говорить, спасение только в церкви. Без церкви нет спасения. Церковь это корабль. Сегодня говорят, спасение России, это монархизм, это надо, чтобы собраться все вместе с коммунистами, объединиться. Мы должны говорить напротив. Вы всегда говорите, объединиться только со Христом. Мы за объединение, мы со всеми, мы с коммунистами хотим объединиться. Когда они будут христианами, когда они последуют за Христом. Что бы ни говорили, ты запомни два слова, Христос и Библия. И это означает, что ты постиг искусство рыбака. А рыбаки сделают безмолвными веки языческих, то есть философа, правда. Вот книга пророка Иеремия 16.16. И будут ловить их. Кого ловить? Евреев. Свои евреи. Замануть их туда, потому что им нужны силы для того, чтобы... Так как ловить-то? Так давайте мы их евреев будем ловить. А как ловить? Проповеди Евангелие, пришел ваш Спаситель, обещанный вам Мессия. Какие из них чудные проповедники могут получиться? Так это погибшие овцы Израиля. Погибшие все, не принявшие Христа. А Господь мертвый оживотворяет. Отсюда и благословенная Мария и Дева, Матерь Иисуса Христа. Христос, апостол. Почему? Дух Святой оживотворил из погибшего дома Израилева, из погибших от святых Израилевых. И сделал их первыми свидетелями, проповедниками по всему миру. А те, которые по сегодняшний день противятся, а противится их большинство, это мертвые козлища. Даже не овцы. Они никогда отцами не были. Апсой называется отступник, который был и ушел. Некоторые говорят, а я, блудный сын, вернулся. Блудный сын тот, который был верующий, ушел. А это вообще они нерожденные, заново родились. Он ушел от отца, он требовал. А неверующий, я говорю, ты не знал, не требовал, не уходил, не тратил. И 38-29 говорит, как ты ловишь добычу. Ты ловишь добычу. А кому ловить? Это книга Иова 38-39. Львам и львятам молодым. Ставится вопрос. Нет, конечно. Всей твари Бог дает пищу. И Он делает нас подражателями самим себе. Мы должны знать, как ответить людям высокого положения, поста, как занимает. А что ему ответить? Я поздравительно написал погибшему мэру прежнему, что вся слава ваша ничего не стоит, если душу не спасете. Всего на одной странице. И мне потом помощник говорит, подарков нанесли целая комната. Поздравительных с золотом написано. Я вижу, он из всей среды ваша выбрал и стоит и читает. Почему? Потому что все остальное прах. Они похожи. И Он понимает, все искатели чего-то ищут. Я тоже искатель. Я тоже небескорыстно к нему иду. Но моя задача душу Его была спасти. Душу Его поймать на крючок Христов. И заживку маленькую я туда только бросал. Что у вас, я говорю, есть талант. Вы многое в жизни испытали. Так познайте же Господа. В книге Бытие 49.37 Умирающий Иаков говорит, вот Вениамин. А кто Вениамин у Иакова? Да любимый сын. Да как он его благословляет? Он говорит, хищный волк. Вот сейчас бы отец, благословляя детей, сказал бы, это хищный волк растет. Сколько бы обиды было. Эти записали. 4 тысячи, можно сказать, лет, считает, люди и вдумаются, а почему он хищный волк? А потому что утром он будет есть ловитву свою. Оказывается, и у волка можно поучиться, а волк неутомимое животное. Он может более 100 километров пройти. Это очень умное животное. И у волка, оказывается, есть чего поучиться. Неутомимости. Одно качество его возьмем. Почему? Иаков это качество приписал Вениамину, любимому сыну своему. Самому последнему. Это он не со зла сказал. И так, чтобы нам велить добычу, привезти пойманных туда, нужно уподобиться Вениамину. А Вениамину подоблен волку. Вот знание так, где. А кто такой волк? А чем он отвечает? А других, во-первых, осторожность. А нам разве нужна? Матфея 10, 17. Остерегайтесь людей, они будут предавать вас. Какие? Которые среди вас. Я посылаю вас, как овец среди волков. А из вас восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Какие это лютые волки? Это пресвятера, епископы, которые перед Павлом сидели. Из вас самих восстанут. Значит, учиться надо? Надо ловиться. А сектанты волки? Да. Вот учиться у них надо. Их неутомимости. Из-за рубежа приезжают. Библии раздают. Помогают. Одно слово, а сколько в нем сокрыто, соделая ловцами. Значит, быть ловцом надо день и ночь учиться. День и ночь сидеть, склоняться. А не так, только разошлись, и как воробьи разлетелись после службы. Даже когда батюшки нет, у нас два раза хорошее служба. И с такой же стремительностью разбегается под разными причинами. А ты скажи, Господи, да ведь сейчас самое благоприятное время. Столько времени я верующий так и не стал ловцом. Ну как это было не понять, когда я говорю вам каждый день об этом. И как-то это начинается с собрания групп пойти по городу. И наших свидетель-то иеговы и нету. Мы далеко-далеко отстоим от этих лжесвидетелей от имени иеговы. Псалмопевец, 90-й псалом, 3-й стих говорит так. Он избавит тебя от сети ловца. Надо уметь не только ловить, но и не попасться. Слово ловить, в нем заложен большой смысл, потенциал. Как не попасться? А можно нам пойти, мы хотим к католикам? Можно, не одному. Благословения получите у батюшки. Пойдите несколько человек, молитесь, что-то дать, почитать. Хорошие отношения должны быть везде. А потом начинайте говорить. У нас здесь есть люди, которые пришли из баптистов. А мы каждую неделю, 4 раза у них богослужения. 4 раза. В воскресенье, 2, субботу и среду. И мы ходили и ходили. И несколько человек поймали. Эти люди у нас сейчас ходят. Их дети у нас находятся. А если бы не ходили? А не ходили бы ничего и не было. А тех, которые не ходили, поймали. А что он поймает? Лягушку в пруду. Больше он ничего не поймает. А чтобы настоящую рыбу ловить, значит, надо идти там, где проточная вода. Не на болоте сидеть. Итак, слово сеть тоже требует рассмотрения. В Библии оно встречается 63 раза. Сеть. А что такое сеть? Сеть это то, что подстерегает, что запутывает ногу. Вот у Тавита, когда он отдавал наказ 14.10, и говорит, а Аман пал в сеть и погиб. Он расставил сеть против кого? О, не против одного мордахея, против всего благоизбранного еврейского народа. И чем закончилось? А сам попал туда. На нас сети расставляют. Нас будут поносить всячески. Вот попал епископ в аварию местную. И попал не где-то в Мамонтовском районе. Да, что я больше ничего не могу сказать. А может быть, у него думы-то были, он не может не знать, что мы именно в Мамонтовском. И что я его приглашал не раз. И может, Господь ему положил предел дальше не ехать, а заворачивай-ка потеряйку. Да посмотри хоть один раз, чтобы ты против людей, это священников-то не травил. Наша задача молиться о нем, и в то же время пытаться проникнуть в таинственный план Божий. А представьте, что я к нему пришел бы, или вы какие-то. А потом бы бросились на епископа и ударили, ему палец сломали. Сколько бы шуму было в газетах. А тут ни на кого жалобы нету. Переломало все, лежит спокойно. То есть, Бог сам сделает тысячу раз лучше, защитит от мусульман, от коммунистов, и Богу доверься. И когда выборили, рухнул коммунизм, ничего нету. Доверься Богу. В салмах слово «сеть» встречается девять раз, потому что Давид многократно избегал сетей, которые расставляли ему враги. На нас тоже много сетей расставляют. Я обратился среди пятидесятников, и они очень хотели, чтобы я остался у них. И там были разные секты, называемые именники, единственники. И кто только встречался со мной, видимо, что-то им во мне было показано, почему они так сильно хотели меня все к себе перетащить. Если бы в углу сидел, видимо, не так. Я старался ходить, помогать, и, видимо, это нравилось людям. А я под одеялом ночью возьму да перекрещусь, крестик ни разу не снял. Потому что я еще ничего не знал, и уже в первый месяц я разобрался. Спасение только в церкви. Так легко было уклониться. Они сети расставляли на меня со всех сторон. И везде молодежь была, девушки, ничего не получилось. Почему? Молитва матери, молитва дяди, она превысила все молитвы, которыми молились сектанты за меня. Но самое главное дал мне Господь чувство благодарности тому месту, где я был. И там одни сети были расставлены, и Бог провел. И сегодня люди, знающие, много знающие, удивляются, как так, старообрядческая, вот эта строгость. И как она могла с этой широтой сектантской вас совместить и остаться все в православии, это по сегодняшний день для людей тайна. Почему? Бог, я не могу ответить. Мне никак нельзя было здесь остаться. И поэтому на этом опыте я могу сказать, доверься Богу, Бог сделает тебя лоцом. Притча Соломона, 29.5 Льстящий другу своему растилает сеть. Никогда не льстите, говорите правду. У нас есть братья, которые, сестры, прямо говорят. Надо тоже знать, как прямо. Прямо сказать, можно обидеть. Смотреть надо на возраст, в каком месте, как сказать. А не так, что я прямой, что есть на языке, то я и вылюблю. Это глупость. Можно человека сразу оттолкнуть. А можно льстить, и все у тебя хорошо, ты молодец, и мед только один мазать. Нет. У нас должно быть и вино, и и лей. Не льстить никогда, какой бы он ни был человек, тебе нужны. Но если не по Писанию, выбери момент. Сначала помолись, и Господь укажет, в какой момент подойти и сказать. 29.6. Итак, в грехе злого человека сеть для него. Боясь и греха. Вот вывод один. Чтобы сатана нас не уловил. В грехе человека сеть. А напротив праведность. Вот человек курит, и мы говорим, ты не кури. У него бороды нет, ты бороду не брей. Потом мы разрешим тебе прийти. Вот как вчера был бритый. А что ты ему говоришь? Пусть он сначала обратится, а потом это все от него отойдет. Не так. И так, и не так. Пусть сначала от чего-то освободится. Стрелять он научится. Но когда берут в армию, сразу переодевают его форму старую, снимают. Учат его. А он еще и присяги не принял. Он еще гражданский человек. Ничего не имеет значения. Сначала приготовят собрать его, сжать его. Так и здесь. Мы еще на подходе человека подготавливаем. Но он ушел. Да, мы потеряли из-за бороды больше 10 человек. Определенно. Из-за формы, из-за пояса тоже потеряли. Видимо, это должно так быть. Но если открыть эту дверь, тогда ничем мы не будем отличаться от мира. Пророк Осия 7.12. Я, говорит, закину сеть на врагов. Дальше. Пророк есть сеть Пицелова на всех путях. То есть проповедники, священники являются сетью для многих. Вот сейчас главная сеть, это, конечно, Московская патриархия. Как они открыли сейчас этот духовный туризм, после просмотра фильма «Остров». В газетах пишут, они буквально потеряли рассудок. А вот эта огромная сеть, ну съездил, посмотрел, приложился, вернулся, жизнь осталась с тобой. Ты там был свидетелем? Конечно, нет. А может, там найдете, все найдете, духовника. А потом, говорит, знаю знакомое, который бизнесмен, молодой, неженатый. И там он нашел себе невесту. И многие сейчас таких знают. Вы знаете, вот одной этой праздой, сколько сейчас подвинули тех, которые засиделись в девушках, теперь они бросятся бизнесменов искать там. А я-то знаю эту обстановку там, что они там нашли. Ребенка ты можешь найти, а бизнесмена не будет, а бизнесмена при том. А-то все дьявол тебе устроит. Почему? Следовать за Христом надо, довериться Ему и лапцами человеков. А то, говорит, пошел ловить медведя, да в лапах у него оказался. Прежде чем куда-то пойти, надо подумать. Никогда не работай, девушка с каким-то мужчиной. Я думаю работать, я думаю, остаюсь там, свидетельствуй. Перестаньте играть этим. Не свидетельствуй. Иди домой. Кому надо, засвидетельствуй. Ты дай адрес, расскажи. Братья наши сходят, засвидетельствуй. Сеть для тебя там расставлено, тебе не вырваться никогда из нее. Оси об этом говорит 9-8. А в вакуум 1-15. Как человек попадает легко в сети. Пророк Михей 7-2. Каждый ставит сети брату своему, особенно кровожадное. На нас сеть расставлена. И я знаю, что в мае они попытаются сеть эту подтянуть к берегу. Чего они от нас пожелают, чтобы мы были как они. И об этом нужно сегодня очень сильно молиться. Мы за объединение. Но только по Евангелию, чтобы все добытое нами сохранилось до одного листочка. А такие мы никому сегодня не нужны. Мы все перебрали. И кто бы нас не принял под свое крыло, мы там будем все равно чужие, как и сейчас. Значит, нужно просить, чтобы Господь показал, что единственно правильный путь тот, который у нас. Это на понятном языке служба, чтобы было приобретение новых душ. 1 Тимофея 3-7. Доброе свидетельство нужно иметь от внешних, чтобы не впасть в нарекания все дьяволу. То есть, когда жизнь не соответствует Евангелию, ты будешь говорить где-то, а кто-то подойдет, да кого вы слушаете, я его знаю, он пять раз женатый был. Ты знаешь, да он такой-то человек, он вместе с нами экстрасенсорикой занимался, да чего вы слушаете его? Он найдет что-нибудь, не должны иметь нарекания, чтобы не впасть в себе дьявольскую. То есть, об этом надо заботиться, особенно с внуками. А если такое было, я обратился, должен молчать? Нет, ты должен сказать, да, я такой был. Да, я был сыном дьявола. Да, действительно, не знал. Я не знал, но Господь призвал меня. Я услышал его голос, он говорит, омыл, очистил, и все было как багряное, как снег убелил. Ты соглашайся, не оправдуй этот грех. Если ты оправдаешь, а тот скажет, а почему во мне тогда это осуждается? Ты полностью старый должен все осудить. Я был мертв, я жил. Ну, как сегодня мы слышали в чтении 1 Тимопея 6.9. А желающая обогащаться впадает в сеть. Некоторые в потеряевку приехали, чтобы хорошо жить. А такой задачи-то у нас и не написано в восстановлении потеряевки. А просто жить по христианским старинным благочестивым обычаям. И разочаровались. Ты думал о разбогатеть, а я буду среди таких. Это сеть дьявольская. Ты запутаешься. С честным трудом, миллиардером, олигархом нельзя стать. Ты можешь дожить до статки, дети будут сыты, у тебя все будет. Но надо очень хорошо работать. Даже ты с ребенком дома сидишь, и тогда находи себе работу. Находи. Я слышал рассказы мигрантов, когда они оказались перевезенными на другой континент. И только разгрузили. Они сидят еще на берегу, на узлах. И сразу старые тряпки на половичке, там, коврики стали вязать. И местное из населения увидело, они так не умеют делать, сразу покупать стали. И уже накормили мужей и детей своих. Где бы ты ни был, первый шаг остановился. Слава тебе, Господи. Христос довел до этого места. Люди услышали. И опять, где бы ты ни остановился, в трамвай заходишь, стоишь на остановке, ну найди что-нибудь сказать друг другу. Видишь, человек смотрит хорошо, подойди к нему, или ну найди как-то что-то сказать. Ты ловец, все время помни, ты рыба. Главное, твоя специальное следование за Христом. И подтверждается оно тем, что ты будешь ловить. Из Икиилия 13-18. Очень интересное место. Эти люди, которые хотят других уловить, они делают покрывало для своих голов, притом для всякого роста, по размеру. Для чего? Чтобы уловлять души. И неужели уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Я хочу, не хочу, я подумал о монахах. Эти кухоли все это поношили. Людей вылавливали за монастырскими стенами, прятали. И ни одного не было прозрительного, ни одного за тысячи лет, который сказал бы, что нас ждет, что мы не идем и не свидетельствуем. Вымерло все, ни одного монастыря нет. Пустыня наполнена сотнями тысяч, тысяч людей, искренних, верующих, отрешенных от жизни, неженатых. Все ушло в песок, ничего нет. Родилось новое учение. Ни один, ну может быть был, я не знаю, но в литературе не сохранилось. Ни в одном уставе, ни Василий Великий, ни Венедих, ни Пахоми. Никто не сказал, что следует за Христом. Это нужно сегодня же, немедленно следовать в мир свидетельствовать людям, приводить ко Христу. А они только строили шире и шире, захватывали под 100 гектаров, под один монастырь. Второе Петра 2-3. Люди будут уловлять из любостяжания. Значит, нам нужно на бескорыстие перейти. Я делаю все, что я проповедую, я за это нигде не получаю. По людям хожу, я бесплатно делаю. У нас не будет освобожденный человек, тогда церковь должна взять его. Ведь свидетельствовать можно при великом знании, ревности, изучать язык и ехать в джунгли. Ехать к эскимосам. А можно просто в своем государстве. При немощи можно там, где ты находишься в доме инвалидов, в своей семье, рядом находящемуся. То есть поприще твое ограничивается твоими возможностями. Бог невозможен не требовать, но будь лапцом. Кому бы еще засвидетельствовать? Не зря поется в духовных песнопениях. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног в один руках нести. И как ты явишься, ничего нет. Ни одного. А ведь молитва говорится, вот я и дети мои, которых дал мне Господь. Кого же дал тебе Господь? Ну начните сегодня ревновать. Сегодня время благоприятное. Второе послание Петра. Вторая глава, восемнадцатый стих. Произнося надутое пустословие, уловляет в плотские похоти тех, которые едва отстали от них. То есть все разрешено. А вот если бы у вас было по-другому, вот правила эти убрали, у вас бы было людей много. Это плотские похоти. Вот у нас два раза, я думаю, батюшка никого подряд не венчал, не было. А ведь в церквах есть. При трех живых женах еще венчают. Под разными причинами. А она первая, она изменила. А архиерей разрешил. У нас у давленников вроде, я не знаю, не было еще где-то. Плотские похоти. Всякие позволения делают, людей будет много. А Господь пришел проверить, и нигде ничего нет. Он говорит, чище золота народ мой будет. И поэтому он мнет и давит Господь. Пережигает. Псалом 9.23. Они уловляются ухищрениями, которые сами вымышляют. Отсюда вывод, что мы не делали никаких ухищрений, не придумали ничего. А вот мы поставим поклонный крест, а мы крестный ход сделаем на Иордань. А вот мы построим часовню здесь посреди проспекта. Это все ухищрения. А вот мы сделаем, елку поставим. А вот что они сейчас делают? Откроем все монастырии, раскопаем мощь, и люди будут паломничать. Это все ухищрения. У нас должно быть одно. Следование за Христом по Слову Божию. Всем говорить, Иисус умер за нас. Господь из-за тебя пролил причистую кровь. Как Господь любит творение свое. Он ждет тебя, как блудного сына отец. У него заготовлена для тебя чудная одежда. Во Христа крестившись, во Христа облегся. Он даст тебе детей таких, которых ты царству небесному приведешь. Никогда не обольщайте людей. Да, у тебя будут скорби, печали, искушения. Но как хоть все поможет перенести. Ты окажешься верный ему. Ваша речь будет резко отличаться от тех, что сейчас они говорят. Вред. Нам главный вред приносит это патриархийное. Главное. Ни сектанты, ни коммунисты, кто коин в городе знает. Ни одного раза не было, чтобы пришли, чтобы не было какой-нибудь пакости от них. И при том от тех, которые ходят в храмы. Вывод какой? Молиться. Чтобы Господь разодрал эти сети все и развеял у них. А чтобы, по Слову Божию, Господь снова уловил эту пасту, которую они обольщают сегодня. Воды им дают. Ну дали воды дальше. Это что? Какие они были безбожники, такие остались. Ну крестики купили, свечки поставили. Даже от поют тебя. Господь-то не будет смотреть по тем пунктам, которые ты придумал. Он будет смотреть за своим. Сделай вас сами человеком. Это мое повеление Христос скажет. Ты слышал это, слышал. Ну ты стал ловцом человека или нет? А кого я ловить? У вас что, баптистов не было в городе? У вас здесь не было безбожников? У вас не было наркоманов? Да почему же ты их не ловишь? Глухонемысл, слепые, город переполнен. Псалом 58, 13. О том, да уловятся они в гордости своей. А нам противоположие. Чтобы все делали с кротостью. Я прошу, будьте кротки, когда разговариваете с людьми. Вы пришли, вас гонят. Отойдите в сторонку. Посмотрите, почему они гонят. Приглядитесь и снова начинайте свидетельствовать. Мы уже натолкнулись в доме инвалидов. Они поступают как неверующие люди. Не отвечайте им тем же. Пророк Иезекиил, 19, 3. И вот сделался молодым львом и научился ловить добычу. А какую? И стал есть людей. Это речь идет об Израиле. Господь говорит. Я возрастил тебя, а ты стал людей губить. Да чтобы с нами этого не было. Пророк Иезекиил сказал слова, за которые его тут же готовились убить. Господь тебя возрастил, дал тебе знания, разума. Ты скажи, я кончил институт. Для чего? Чтобы быть ловцом. Где? Ну я кибернетикой занимаюсь. Да вот среди них там и начинает трудиться. А что тебе еще дал Господь? Да компьютеры. Да сегодня на компьютерах смотри, что можно сделать. Да в интернете и везде. Я только дам божественное и евангельское. Ну где ты работала? Припомни свою специальность. Добрый человек, книжник, научный царство небесное, выносит старое и новое. А из-за чего? Чтобы через эту сеть других уловить. У одного здорово получается. И где? А он работает все время среди больных. А какая специальность? Врач? Лучше не придумаешь. Куда не зашло? Ловая смерть, это задумывались. И начинай. Учитель? Вообще лучше не придумаешь. Да все время вкрапляй. Какой бы предмет ни был, ты во всем должен увидеть силу Божию. Пастух, рыбак, земледелец. Да нет той специальности, где бы нельзя было быть ловцом человеков, людей, которые одной категории. К одному корпусу приходят, к одной гильдии рабочей. Песнь 2.15. Ловите нам лисицы или сенят, которые портят наши виноградники, а виноградники наши в цвете. Ловить надо лисицы или сенят. Идите за мной, сделаю вас. Какие? Грехи, привычки, корни, традиции. Душить это все нужно, все, что не к Богу ведет. Они портят виноградник божественный. И поэтому в церкви, может быть, сегодня во многих церквах не виноградник, может быть, ни одной ягодки нет, а один терновник растет, чтобы с нами этого не было. А может, это в моей душе именно давным-давно терновник подойти нельзя? Нормально, одетый, все. Как ты-ка заговорил? Сразу по-своему. Вот что говорят, любое слово. Прими, сначала обдумай. Ну, немного, хотя бы неделю подумай. Мгновенно-то язык не высовывай, не говори. Поставь сеть на свой язык. Книга Иоа 5.13. Он уловляет мудрецов и же лукавством. Определенно, христианине не должно быть никакого лукавства. Все открытое и честное. Тебя будут считать таким простым, как Павел Препростый. Скажет, он какой-то недалекий, какой-то хромосомы не хватает или лишнее. Все открыто так есть. А ты говори, как положено. Никогда не лукавь. Скажи, ты мне очень нравишься. Но ты вот если умрешь сегодня, где ты будешь? Ты думал об этом? Нет? От ее много не достает. Это все ты оставишь. Ты в это веришь, что ты умрешь. И дальше легко разговаривать. И что бы он ни сказал хорошие, ну до тебя более богатые были. Владели землями. Земли называли своими именами. Ну почему же ты молчишь-то? Притча Соломона 5.22. Беззаконник уловляется собственным беззаконием. А для нас как это? А мы должны ловить собственной праведностью. На праведности на это и многое можно сделать. Какая праведность? Молитва. Милостыня. Милостыня творит, тебе уже расположится. Сколько раз говорил, покупайте книги. Раздавайте, как делают вот эти, ходят называемые яговистами. Они дают бесплатно. Бесплатно, то есть они покупают сами. У них бесплатно тоже ниоткуда не валится. Я уже заметил, когда книгу кому-то даришь, они могут купить. Я все удивляюсь, почему они не покупают. Но когда даешь, с какой радостью они принимают. Мало того, встанет, руку пожмет, да обнимет и поцелует еще. Потому что в книге нашей есть что взять. Начинайте раскошеливаться немного. Сплетите хоть небольшую сеть. А нам есть из чего? Скрутите свои ассигнации в нитке, там вдоль да поперек. 6.26 притча. Замужняя жена уловляет дорогие души. Вот этой сети нужно бояться. Многие погибли в этом тесном колодце. И на проповедников эта сеть уже расставлена. А я хочу там свидетельствовать. Если женщина, не свидетельствуй. У нас есть сестры, которые могут сходить. Не свидетельствуй. Тем более, если ты уже женатый, да ты уже знаешь, что такое не первая жена. Замри, чтобы тебя не видно было. У тебя на дьявола там такая острога, но так тебя насадят, что ты не прошелохнешься. Притча 12.13 Нечестивый уловляется грехами уст своих, то есть всегда говорит только правду. Экклесиаз 9.12 Как рыбы попадают в сеть, а птицы в селки, так сыны человеческие уловляются в бедственное время. В бедственное время, когда теряется в человеке чувство меры. Когда за кусок хлеба может пойти на преступление. Я есть хочу, мне детей кормить нечем. Пусть умрут, но не согреши. В бедственное время очень трудно устоять. Топиться нечем, у соседа начинают таскать забор, ломать. Одежды нет, повесили и постираны, у соседа с веревки стащат. Многие попадают, заранее приготовьте. Ничего у меня не будет. Я пусть умру, но с места не сдвинут. И тогда будут показывать. Вот христианин жил. Он ушел к Господу, но нигде не посягнул на чужое. Иеремия 5.26. Вот они ставят ловушки и уловляют. Это неверующее. И мы тоже ставим ловушки. И мы даже на ловушке ставить очень хорошо. Знать повадки. А какие повадки? Ну, если ты не знаешь птиц, ты никогда не поймаешь. Скажи, как поймать ястреба, который ловит голубей? Оказывается, есть такая ловушка. Я еще не знаю, выписать только думаю. Мы по-своему ловим на мертвеца. Курицу забрал, капкан и поставил. Так и мы здесь должны на мертвецоп ловить. Погиб кто-нибудь, а мы сразу... Вы видите, какой человек себя не сохранил. И ты на машинах ездишь. Даже не ездишь, пешехода собьют. И надо каждую минуту быть готовым. Не лучше ли сейчас примириться с Господом? И что бы ты ни услышал, это уже ловушка. Ловушка, чтобы поймать душу и рассказать ей. Смотри, вот правители какие. А перемены большие грядут. Вот взорвали одного, а второй на его место еще оказался хуже. Дальше и лучше не будет, а сегодня свобода. Столько у нас богатства. Не стойте на месте. Идите, свидетельствуйте. Итак, если ты последовал за Господом, за Христом, и не стал ловцом человеков, то все впереди стоящее под сомнением. Аминь. Дальше и лучшее. Спасибо. Спасибо.